Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода. Добрый вечер. Сергей Собянин предложил муниципальным депутатам от партии власти не жадничать и поделиться своими подписями с оппозиционными кандидатами. На этом фоне разгораются первые скандалы в борьбе за подписи между оппозиционерами, в частности, между штабом Алексея Навального и Сергея Митрохина. Предметом спора стала подпись муниципального депутата от Яблока Дмитрия Тупикина, который якобы потребовал мзды за свое участие в компании Алексея Навального. И вот о том, станет ли муниципальный фильтр преградой для оппозиционных кандидатов в мэр Москвы, мы сегодня беседуем с депутатами муниципальных собраний Еленой Ткач и Максимом Кацем. Они в нашей студии. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Лен, какая ваша позиция, как вы распорядились с вашей подписью? Я свою подпись не отдам никому. Подпись останется при мне, потому что я считаю, что эти выборы, они делались под Собянина, это просто фарс. Вот представьте себе групповой забег, когда один из стартующих убегает до выстрела судьи. Остальные, кто-то стоит на старте, кто-то вообще еще в раздевалке, потому что знает, что до забега осталось 20 минут. И вот он вырывается и бежит. Судья делает вид, что он этого не заметил, но почему остальные делают вид, что они тоже не заметили и пытаются там пристроиться? Мне кажется, что эти выборы делались именно для того, чтобы выбрать Собянина, и что это просто фарс, поэтому я в них участвовать не буду. Я полностью согласен с этой позицией. Это действительно фарс, это действительно жульничество со стороны мэра Москвы, временно исполняющего обязанности, потому что никто не был готов, и всех основных кандидатов можно таким образом отрезать. Однако я считаю, что если какие-то... То есть я не хочу навязывать свое... Я не считаю, что правильно это бойкотировать, у меня тут нет позиции именно бойкотировать или стоит как-то поучаствовать. И если какие-то люди хотят поучаствовать, я не хочу им препятствовать, поэтому я выбрал наиболее симпатичного мне кандидата из тех, кто планирует участвовать, Алексея Навального, и отдал ему свою подпись. А также, ну, у меня не было больших с этим трудностей, потому что у нас в муниципальном собрании Щукино есть, кроме меня, еще пять оппозиционных депутатов, но мы договорились там, что мы дадим подписи всем оппозиционным кандидатам. То есть все основные оппозиционные кандидаты от нашего района получат подпись, и муниципальный фильтр, во всяком случае, в нашем районе, для них не будет преграды, и они смогут делать то, что считают нужным. Вот по поводу тупики... Вы это обсуждали на собрании? То есть у вас какие-то происходили диалоги? Нет, на собрании мы не обсуждали, но у нас есть оппозиционная группа, с которыми мы обсудили это дело. Ну, вообще-то вопрос не поднимали. Ну, мне кажется, зря... То есть как-то вопрос в фильтр у нас нигде не ставал. Мне на собрании тоже не поднимали, но мне кажется, блокировать участие каких-то кандидатов, когда Собянин точно будет участвовать, я не очень понимаю оппозицию. Ну, ладно. Я еще хотел про тупики на ремарку небольшую. Я там немножко участвовал в этой истории. Вчера позвонил специально по телефону Сергею Митрохину, чтобы уточнить у него его позицию по этому вопросу. Я так понял, что он не обвиняет никакой штаб Навального в провокации, как это в некоторых СМИ было заявлено. И он как бы считает, что произошло какое-то недоразумение, непонимание, но точно не обвиняет никого в провокации. То есть это просто важно уточнить. Да, я с Дмитрием говорил, он тоже... За ним охотится НТВ, как он выразился. С Тупикиным, что ли? Да. Ну, он в неприятную ситуацию попал. Вот, поэтому мы... Ну, честно, встретиться с НТВ и объяснить свою позицию. Единственный выход. Они все равно нарежут, так что я стараюсь, например, сам не давать комментариев. Мне кажется, если есть вызов, надо его принимать. Если надо прояснить позицию, ее надо прояснить. Видите, вот вы говорите, если есть вызов, надо принимать, а когда про выборы, кто-то хочет принять вызов, а вы его блокируете, не даете... А я не вижу среди этих людей кого-нибудь, кто достоин принять этот вызов, кто может его принять. То есть вы за них и за москвичей решаете, кто будет в списке? Вы считаете, что вы вполне легитимны и вправе это делать? Я не вижу никого, повторяю, я не вижу никого, кто мог бы управлять Москвой. Ну, вы могли бы кубик кинуть, за кого из людей вы отдадите подпись. Ну, чтобы не блокировать кандидат, чтобы москвичи выбор имели. Они же сами выберут, они же лучше вас разберутся. Чтобы выбор москвичей зависел от того, как я кубик брошу? Нет, москвичи должны, на мой взгляд, получить... В альтернативе была, Максим Миккин. ...бюллетени, как можно больше фамилий. У нас 15 депутатов, пусть обращаются к ним. Ну, вы же тут в студии сегодня, они не обращаются. Я, насколько знаю, из Пресни тоже нет больших проблем ни у кого, но просто ваша позиция интересна. Зачем вы хотите блокировать участие в выборах людей? Они же все равно состоятся. Ну, может быть, из-за вашего блокирования кто-то не примет в них участие. Ну, или вы внесете в это какую-то лепту. Какой-то он смысл непонятный. Поскольку я не вижу достойного кандидата в мэры, то если кто-то не пройдет этот муниципальный фильтр, это будет не страшно. Сейчас нет достойного кандидата, который мог бы стать мэром Москвы. Ну, вот опять же, непонятно, почему вы... Это же вы на выборах можете не голосовать по этому поводу. Но зачем вы лишаете москвичей возможности в бюллетене увидеть кандидата? Иначе никто из избирателей пока ко мне не обращался и не просил голосовать или отдать свой голос кому-то. А если обратятся, вы как поступите? Пока не обращался. Когда обратятся, тогда посмотрю, смотря за кого. Это же выборы у нас всеобщие, все москвичи будут голосовать, Лена. Тут, в принципе, можно дать им... Они взрослые уже, уже не дети. Никто из избирателей ни одного письма по поводу того, кому они бы хотели, чтобы я отдала свой голос, не приходило. Они не знают, что вы его пока приберегли? Знают. У нас было очень много обсуждений, поэтому как раз избирательные-то были обсуждения. Но чтобы кто-то кого-то рекомендовал, такого не было. Будет. А вы вот как мотивировали ваш выбор? Или он был заранее предрешен? Ну, мне кажется, что на этих выборах они не о том, кто там лучший хозяйственник. Мне кажется, что сейчас в Москве ситуация такая, что мэр должен, нужен такой мэр, который будет максимально независим от лобби, от каких-то как строительных лобби, так каких-то федеральных, от лобби вот этих там семей, либо персонажей, которые контролируют в стране денежные потоки и ресурсы. И мне кажется, что вот важен независимый кандидат. Из всех кандидатов, которые сейчас я вижу, мне кажется, наиболее независимый, наиболее там хорошо представляет людей, которые за вот эту независимую политику, это Алексей Навальный. Поэтому, как только я узнал о том, что он собирается участвовать в выборах, я сразу, ну, принял решение отдать ему подпись. Единственное, я постарался найти так, чтобы я так и выдвигался от партии «Яблоко», я постарался, чтобы Сергею Митрохину тоже досталось подпись от Чуйкинского собрания, когда я понял, что и у него будет, то и Навальному я легко поставил. Какую политику? Какую политику? Значит, сейчас развилка очень простая. Это вот люди интегрированные в систему и люди новые, не интегрированные в систему. Вот он публичный политик, который умеет выступать, который имеет какие-то идеи, которые я не буду пересказывать, так как я не его пресс-секретарь. Мы выбираем мэра, а не посылаем кого-то на ток-шоу, где он будет выступать. Мэр — это политик, это не хозяйственная должность, это политическая должность. Хозяйственная должность — это десятки тысяч чиновников, которые работают в управах, в ГУИСах, в ДЭЗах, даже замы мэров могут быть, в принципе, хозяйственными должностями. Но мэр — это политик. Если на мэра можно надавить и сказать ему, ну-ка, иди там, строй тоннель, потому что у меня вот друг, он хочет строить тоннель, то такой мэр не нужен, независимо от его хозяйственных качеств. И важно, чтобы мэр был независим. Вот это, на мой взгляд, здесь главная развилка. И Алексей Навальный в этой развилке, на мой взгляд, сильно выигрывает у всех остальных кандидатов. Алексей Навальный никогда не занимался Москвой. Алексей Навальный долго и активно занимался Москвой, был главой комитета защиты москвичей. Это было в 2004 году, он работал в Яблоке, и с тех пор я ни разу не слышала. На Эхе Москвы у нас вел программу про Москву много лет. Ну, то есть, никогда не занимался Москвой — это, мягко говоря, не точно. То, что я помню, вот эти последние митинги, которые были, я несколько раз пыталась перевести вот эту оппозиционную волну, эту митинговую волну уже в какое-то конструктивное русло, чтобы она могла действительно работать, чтобы все люди, которые выходили услышать какие-то правильные вещи, но их не слышали, чтобы можно было это все перевести уже в конструктивный диалог. Я предлагала в прошлом году делать референдум, предлагала в том числе и оргкомитету митинга. Мне что сказали? Нет, мы будем заниматься политикой, мы не будем заниматься именно решением проблем. Смотрите, я вот, может, в том числе и по вашей рекомендации, ну и, в принципе, самого мне это интересно. Я как раз после этих митингов занялся большим количеством и муниципальных, и городских проблем, и активно этой проблематикой занимаюсь, и муниципальный депутат, и городские проекты у меня, и мы много чего делаем. Но я не могу идти на такие выборы мэра и претендовать на какую-либо поддержку со стороны аудитории по той причине, что я не готов к этому, и у меня там биографические трудности, и по разным причинам не подхожу. А вот Алексей Навальный, как персонаж, который имеет доверие и какую-то якорную аудиторию людей, он может пойти на эти выборы. Да, он не идеальный кандидат, хотелось бы, конечно, такого кандидата, который лучше бы знал, может быть, проблемы города. Ну вот, на самом деле, мы слишком долго о нем говорим, говорить о Навальном как о кандидате в мэрию, это просто смешно, действительно. Я так не считаю. Какая у него аудитория? 60 тысяч, которые заявлены в КС? Значит, базовая аудитория. В Пресненском районе 75 тысяч избирателей, в Москве 140 районов. Смотрите, среди постоянной аудитории его блога полтора миллиона человек в месяц, это одна десятая население Москвы, это большая аудитория. Возможно, он хороший блогер, но мы выбираем не блогера, мы выбираем мэра. Он не блогер вообще, он просто человек, который пишет в блог, как, например, и я. В основном, потому что это одна из единственных возможностей получить доступ к какому-либо медийному ресурсу. Человек от того, что он пишет в блог, не становится блогером, он просто пишет в блог. Это общественный деятель, который таким образом контактирует со своей аудиторией. Хорошо, у нас через полтора месяца после выборов мэра, вне зависимости от того, кто станет мэром, в Москве случится очень важная вещь. Это отопительный сезон. И если, не дай бог, придет к власти Алексей Навальный, отопительного сезона не будет. Абсолютно будет, ничего не случится с отопительным сезоном. Он знает, какие у нас долги управляющих компаний МАЭКУ? Он знает, что МАЭКУ у нас ОАО, что он просто скажет, извините, расплачивайтесь. Елена, Алексей Навальный, если станет мэром города, на что не похоже? Мне кажется, его участие в выборах важно, но вероятность того, что он станет мэром, действительно не в закон. Но если бы он стал мэром, никуда бы не делал вся структура управления. Остались бы те же самые главы даже департаментов. Или они бы постепенно начали меняться. Никакой бы революции не произошло. Это не то, что он придет и всех уволит, и скажет, ну-ка, все пошли вон, сейчас мы туда хипстеров всех посадим. Он совершенно спокойно управлял бы этой системой. Она управлялась бы примерно так же, как сейчас. И постепенно, за несколько лет, реформировалась бы. Он бы стал вторым Собянином. Он постепенно реформировал бы систему, в отличие от Собянина, которая систему реформировать не может, так как он зависим от федеральной власти. Но это не значит, что он сейчас бы взял и все разрушил. Это непонятно, откуда это берется. Почему вдруг не стало бы отопительного сезона? Потому что не будет работать эта система. Она работает только на договоренностях. Система бы... Все понимают, что отопительный сезон должен быть. Никто не стал бы для того, чтобы задеть как-то мэра Алексея Навального, срывать отопительный сезон. Да, вымораживать избирателей бы не рискнули. Мэр тут ни при чем. Просто люди будут решать уже свои проблемы, и организация будет решать свои проблемы и пытаться получить деньги. Достаточно есть ресурсов для того, чтобы у мэра города и у каких-то силовых структур, которые могут следить за срывом таких мероприятий, чтобы этого избежать. Нет, нет. У нас в стране... Нету, я говорю, честно. Нет такой системы, что все развалится из-за того, что мэром станет не тот человек, который умеет договоренности какие-то достигать. Я говорю, как работает эта система, как она выстроена. У нас нету там никакой вертикали. Там действует только на договоренностях и все, на этих схемах. Значит, будут действовать по-другому. Эти схемы надо ломать, я совершенно согласна. Все это... В Ярославле мэр сломается. В конфликте с губернатором Урлашов, но он провел зимний отопительный сезон, по-моему, без потерь. Он ничего не потерял. Хотя он был на протестном электорате, вышел в Ярославле. Да, я знаю, да. Мне кажется, все-таки страшилки. Ой, завтра все остановится, потому что он не хозяйственник. Все будет так же ездить, и троллейбусы так же будут ездить, и отопительный сезон случится, и вода из крана будет течь. Просто постепенно произойдут изменения в системе управления городом. Вот и все. Я ни разу не слышала, чтобы Навальный высказывался хоть как-то когда-то про город. Я считаю, что то, что он решил баллотироваться в мэра и выдвинуть себя в качестве кандидата, это просто желание оставаться в медийном пространстве. Он отлично понимает, что никаким мэром Москвы он не станет, ему не стать. Это, конечно, совершенно не так. Есть много примеров в истории. Ему просто нужно оставаться и каким-то образом дотянуть это все до следующих митингов, 5 декабря и дальше. Есть много примеров в истории мировых городов, когда в ситуации, похожей, как у нас сейчас, когда закостенела система и людям уже наедают одни и те же рожи, вдруг приходил совершенно неожиданный кандидат, который никогда не казалось, что он возьмет и выиграет, а он вдруг проводил такую кампанию, что брал и выигрывал. Это совершенно может произойти. Вероятность небольшая. Но это не тот случай. Это вероятность небольшая, но это не вам решает, тот случай или нет. Он должен участвовать в выборах. Пусть сейчас, я ему не мешаю. Напомню, телефон нашего прямого эфира для наших радиослушателей. 8-800-200-2212 присылайте свои смс на номер 8903-743-2801 и заходите на наш сайт свобода.org. О том, станет ли муниципальный фильтр препятствием для оппозиционеров на выборах мэра Москвы, мы беседуем с муниципальными депутатами Еленой Ткач и Максимом Кацем. Мобильная свобода – свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждение, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях и, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу! Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода». Конфликтных порой на выборах мэра Москвы. Мы беседуем с муниципальными депутатами Еленой Ткач и Максимом Кацем. А как вы относитесь, Елена, к самому движению Сергея Удальцова, тоже член координационного соц. Это оппозиция, тоже, в общем, человек протестной идеологии? Ну, вы знаете, если честно, никак не отношусь, поскольку Сережу я знаю хорошо, но до мэра ему очень далеко. То есть это была, видимо, какая-то волна, что «а почему бы и мне не выдвинуться?» То есть это было, по-моему, чисто на эмоциях. Он знал, что он не сможет ни компанию вести, и не зарегистрирует его, еще неизвестно, что будет судом. Так что, мне кажется, это было просто эмоция. Давайте тогда так поставим вопрос. Если наберет Митрохин, Навальный, вы, кстати, жалете, что Прохоров не выдвинулся? Нет, не жалею. Не стали бы ему отдавать свой голос? Я бы никому не отдала свой голос из-за того, что эти выборы были сделаны под действующего тогда мэра, под исполняющего обязанности сейчас Собянина. То есть это было изначально мухлёж. Поэтому я считаю, что эти выборы нелегитимны. А вы, Максим, как относитесь к тому, что Прохорову, судя всем Кремль... Очень плохо, очень плохо, что так произошло. Потому что реальных конкурентов у Сергея Собянина три. Это, собственно, Алексей Навальный, потому что это человек, за которым есть какая-то поддержка, есть медийные ресурсы, есть ресурсы. Это Михаил Прохоров, собственно, который имеет тоже ресурсы и поддержку, подтвержденную голосованием на выборах президентских. И от кандидата КПРФ, кем бы он ни был, всегда какая-то действующая сила. Когда из этих трёх кандидатов, вот один сразу отсекается принятием 20 мая закона о том, что с иностранными активами нельзя участвовать в выборах, а, собственно, там 4 июня назначаются выборы, это, конечно, мерзкое жульничество. Это очень нехорошо, совершенно непонятно, зачем на это пошёл Собянин, который спокойно мог победить в честных выборах, не стопроцентной вероятностью, но тем не менее. И вот это нехорошо. Конечно, это очень плохо, что он не участвует. Ты когда сейчас ещё и будут снимать, скорее всего, Навального, если это будет происходить, то вообще будет странно. Что за выборы такие, где два из трёх основных оппонентов были сняты? Да, ещё под судом находится, да. Как вы считаете, должен ли Собянин, даже если вы не воспринимаете серьезные выборы, пойти на прямые теледебаты со своими оппонентами? Ну, раз уж это всё делалось для него и под него, то он должен хоть где-то как-то играть по-честному. Я думаю, конечно, должен спосетить эти дебаты. Выгодно ли Собянину, например, вступать в дебаты с Алексеем Навальным? Конечно, он никогда этого не сделает. Конечно, никогда не допустит никто, чтобы такие дебаты состоялись, потому что сразу вся сакральность вот этой власти, она сразу вся испарится, потому что Навальный его совершенно точно уделает, у Собянина нет никаких шансов в дебатах против Алексея Навального, и никто никогда не допустит, чтобы такие дебаты случились в текущей там системе координат. Ну, каким способом, что Навального не зарегистрируют, или что Собянин будет ходить только на дебаты с Левичем? Ну, знаете, да, или не зарегистрируют Навального, или если даже зарегистрируют, то там же жеребьёвка, и понятно же, какая она жеребьёвка, то есть, естественно, там вытянут ему Паука, или вытянут ему Левичего как раз, вот какого-то спарринг-партнёра выбранного, и всё будет нормально. Никогда, конечно, не пойдёт Сергей Собянин на дебаты с Алексеем Навальным, невозможно, и это под угрозу поставит вообще всю систему государственной власти в России. Да, тут дебаты должны быть на канале ТВ-центра, я понимаю, да? Где бы они ни были, даже если они будут в подвале, и снимать их будут на веб-камеру, это всё равно сразу все шансы, ну, не то, что просто всё изменится, и никогда этого не допустим. А Паук, по-вашему, Сергей Троицкий соберёт муниципальные голоса необходимые, как вы считаете? Нет, конечно, не соберёт. Почему? Мэрия может ему дать, и тогда он соберёт. Мэрия даст команду. Фильтр пройдёт тех, кто нужен власти, это да. Дайте послушаем, вот наши радиослушатели волнуются. Вам слово, добрый вечер, представьтесь только, пожалуйста. Да-да, говорите. Вы меня слушаете? Да-да-да. Здравствуйте, это Юрий Владимирович, посёлок Светлый Яр, Волгоградская область. Как вы оцениваете операцию «Карусель», открепительный талон и всё такое прочее, когда, скажем, отдельные категории людей вызывают на работу и голосуют на, собственно говоря, на тех участках, законность которых находится под большим сомнением. Спасибо, да. Ну-ка, это мошенничество. Это мошенничество, но не похоже, что на этих выборах что-то такое будет. То есть после массовых митингов прошлого года, похоже, что власти приняли решение, что с выборами надо действовать не так, как было раньше принято, то есть с помощью фальсификации в процессе, а с помощью просто снятия и недопущения тех кандидатов, которые могут состоять там какую-то конкуренцию. Поэтому сейчас просто выберут себе нужных с парик партнёров, потом состоятся выборы Собянина Левичев-Мельников, и Собянин, собственно, совершенно честно, на самом участке никаких нарушений не будет. Это всё равно жульничество, но это другого вида жульничества, и они считают, что так не выйдут люди на улицу. Ну, а как вам вот этот опыт 11-го года фальсификации, он может быть использован нашим радиослушателям, хотя не москвич беспокоится ли он, как вы считаете? То есть карусели и открепительные талоны, и фальшивые избирательные участки даже встречались? Ну, опыт 11-го года после выборов в Госдуму, следующие выборы в марте были проведены уже более честным образом, потому что общественность тогда первый раз в жизни в 11-м году было много наблюдателей, и люди, которые до этого просто слышали про фальсификации, слышали про все эти безобразия, но они приходили, просто сами голосовали, либо в выборах не участвовали. А тут впервые они попробовали побыть наблюдателями. Почему такое возмущение было? Потому что люди пришли в качестве наблюдателей, они не могли ничего делать, они могли только стоять и фиксировать, и поняли, собственно, что происходит на этих выборах. Поэтому и была такая волна возмущения. И уже на следующих выборах, вы помните, было огромное количество наблюдателей, наблюдатели сидели, они уже были подготовлены, не так вот, как первый раз в 11-м году просто пришли с какой-то памяткой, с путевой картой. Уже пришли более-менее профессиональные, подготовленные люди, и, ну, по крайней мере, муниципальные выборы в Москве, я считаю, были проведены практически честно. У нас в районе на двух участках победил Прохоров. У нас протащили одного муниципального депутата нечестно, но в целом прошли нормальные выборы, да. Руководители района Единой России как раз получилось. У нас не вышло. Ну, вас же тоже хотели забаллотировать, я помню, боролись, там что-то, вскрыли какое-то большое нарушение. Ну, меня хотели протащить, нет, я проходила в любом случае, просто выяснилось на том участке, на котором меня знают лучше всего, победил человек, которого на этом участке ненавидят. И поэтому мне пришлось ехать уже с утра 5-го числа, арестовывать подписи за президента, и мы были последним участком по стране, который сдался. То есть нам уже звонили из администрации президента и говорили, ну, в конце концов уже Калининградская область себя посчиталась. А мы сидели и пересчитывали пересчет голосов, в результате я поняла, что у меня там 400 голосов пытались украсть. Ну вот, тут у нас слушатели боятся, что и в Москве украдут. Давайте послушаем еще один звонок. Добрый вечер. Добрый вечер. Вы меня слышите? Да, да, ваш вопрос нашим гостям. Это Геннадий Сергеевич из Смоленской области. Вот представьте себе, господа гости и господа, те, которые хотят стать губернатором Москвы. Вы знаете, какая коррупция в ЖКХ. Вы сможете все вместе, вот абстрактно, представьте, вы сидите в Думе, 20 там, то есть не в Думе, а в этом... В Мосгордуме, да. Ну, в чем вас избрали, да, в Государственную Думу Москвы. Вы сможете одолеть все вместе коррупцию? Ответьте мне, вот каждый, да или нет. Спасибо вам. До свидания. Коррупцию одолеть можно, но для этого нужна четко выстроена схема, по которой действовать нужно, и для этого просто вот сил депутатов не хватит. Для этого нужно еще желание жителей, мало того, грамотность жителей. Они должны понимать, что это их двор, это их дом, и никто, кроме них самих, не будет защищать их место обитания. То есть жители с депутатами вместе смогут победить коррупцию. Если депутаты будут биться по отдельности и бегать по квартирам дома и там просить, не знаю, давайте соберем совет дома, давайте сделаем собрание, или давайте хотя бы выйдем во двор и посмотрим, что вы там хотите сделать, тогда ничего не получится. И могу сказать, вот за год, который прошел, что я стала депутатом и являюсь депутатом, за год буквально жители стали очень хорошо организовываться. То есть если сейчас я получаю звонок, я получаю уже звонок от организованного дома, у которого есть конкретные требования, пути решения, претензии, и мы уже просто встречаемся и смотрим, что мы можем сделать. Вот это вот уже нормальная работа, это действительно как-то действует. Ну я согласен со взглядом муниципального, то это все так и выглядит, но вообще коррупцию, конечно, не победить, если нет политической воли. Это если мы будем смотреть на городском уровне. На городском и на федеральном уровне. Если нет политической воли президента, правительства и мэра, то коррупцию не победить. Чтобы появилась политическая воля бороться с коррупцией, нам нужен другой президент, другой глава правительства и другой мэр. Пока они те самые, которые есть, коррупцию победить невозможно. От того, что у нас уйдет президент и мэр, ничего не изменится. Менять нужно систему снизу. Я не согласен, что можно изменить систему снизу. Снизу может быть поддержка, но без желания сверху. С властью все равно сейчас придется взаимодействовать. Все равно ее нужно заставлять работать. Ее нужно заставлять действовать по закону и выполнять именно те функции, которые на нее возложены. Вопрос-то был о борьбе с коррупцией. А это и есть борьба с коррупцией. О победе над коррупцией. А это и есть борьба с коррупцией. У нас в районе меняются уже третий раз все замы, потому что нас воровать не получается. Это замечательно. А вот в соседнем с вашим районе нет таких депутатов и нет таких жителей, и ничего не происходит. И вы никогда не найдете столько жителей, чтобы они... Я говорю, нужна воля жителей, если хотят победить коррупцию. Нужна политическая воля, и вот бороться с политической волей, ну, злой волей, очень трудно и мало кому под силу. Хорошо у вас такой район? У нас тоже такой район, у нас тоже там оппозиция сильна и хорошо. Но остальные там 123 района, ну и может быть 120, кроме 5 необычных районов, они не такие. И мы ничего с вами не сделаем, чтобы в этих 120 районах во всех вдруг появились такие жители и такие депутаты, чтобы вот это все реализовать. Если человека раздражает, что у него каждый месяц воруют на плате за воду или на отопление или еще на чем-то, то в конце концов он может встретиться с соседями, посмотреть их платежки, дальше найти депутата и заставить депутата делать. Это не свойственно нырять в такие сложные истории. Они, у них другие заботы, у них собственная жизнь, и в такие истории мало кто ныряет. А это и есть их собственная жизнь? Мало кто ныряет. Ну, это просто реальность, конечно, вот мало кто в это все ныряет. И без политической воли это все никак не работает. Понятно, что не только, естественно, не только политическая воля нужна, и в том числе и желание жителей, должен такой общественный запрос возникнуть, чтобы как раз и сменился президент, глава правительства и мэр. А при чем тут смена президента, глава правительства и мэр? Потому что у президента нет никакого желания бороться с коррупцией. И он сам и есть коррупция. Если такое положение дело остается... Если ты заставляешь чиновника поступать по закону и исполнять те обязанности, которые на него возложены, то у тебя коррупция исчезает. Он у тебя не может воровать, он у тебя должен делать то, что от него хочет. Это не системный локальный взгляд. Локально так и есть. Чтобы системно победить коррупцию, так и нет. Дружище, им не надо воровать. Уже сама зарплата, например, Якунина, она настолько зашкаливает за разумные рамки, что ему не надо ничего воровать. Здесь вопрос не прямо же в воровстве. А воруют. А воруют по поведомости. Это распределение подрядов, это тендеры, которые выигрывает одна компания на весь район. Но они же вас выбрали, и они делегировали вот эту борьбу с коррупцией вам, ваши жители. Да. Вот, поэтому вы много от них хотите, они должны водить детей в детский садик, встречать из школы. Нет, они сами звонят и говорят, мы объединились, теперь давайте мы разработаем систему, что мы будем делать. И мы спокойно встречаемся, смотрим те проблемы, которые у них есть, и разрабатываем просто как дорожную карту, куда писать сначала, что делать, где нужно надавить, где обойтись можно просто письмом, а где просто составить техническое задание, которое мы потом протолкнем, чтобы оно было сделано. И получается это? Да. Какие у вас претензии к Собянину за полтора года работы, Максим? Ну, по сравнению с Лужком, это, конечно, намного лучше, так что, в принципе, улучшение заметно. Претензии не с той точки зрения, которой занимается я и мой фонд «Городские проекты». Это с точки зрения транспортных решений. Многие из них озвучиваются правильно, но реально реализуемая политика не соответствует тому, что озвучивается. То есть, под давлением строительных и федеральных лобби принимаются решения, которые не соответствуют интересам жителей города и не соответствуют тому, чтобы город становился более удобным для жизни. Вот эти основные транспортные мои к нему претензии. Ну, естественно, у меня сейчас к нему претензии и по его легитимности. То есть, по тому, как он вообще появился у нас, когда его назначила Москва Дума. И по, собственно, текущим выборам, когда он вот такой финт ушами, значит, произвел и устроил то, что он устроил сейчас, запирательную компанию. А в вашем округе есть какая-то развязка, которая строит Собянин? Ну да, у нас есть северо-западная хорда, которая проходит прямо через мой район. И мы специально городские проекты пригласили трех международных экспертов для анализа этого проекта. И они сказали, что это совершенно непонятно им, зачем это делается, какой вот он смысл. И никому непонятно, никто это не может объяснить. Тем не менее, небольшую районную улицу, относительно небольшую, там, четырехполосную, в данный момент, собираются превратить в десятиполосную магистраль. Зачем? Непонятно. И, конечно, это претензии. И это по всей Москве происходит. Ну, это серьезные претензии к Собянину. Не хуже, чем к Ушкову. Ну да, самая главная претензия, это то, что журналистам озвучивается одно, и потом пытаешься дозвониться до мэрии и сказать, хорошо, вот мэр вчера выступал, сказал, есть какое-нибудь распоряжение по этому поводу, постановление правительства Москвы. Нет, ничего нет. И также это уход власти с мест наверх. Вот когда была создана градостроительная земельная комиссия, которая нас ведает всеми строительными вопросами в Москве. То есть это у нас просто царь и бог над всеми стройками. Ее возглавляет мэр. И эта комиссия не исполняет тех предписаний и тех указаний, которые мэр, собственно, издавал. То есть по застройке в историческом центре, по параметрам застройки. У нас есть очень много распоряжений мэра, которые действительно регулируют строительство. Но на ГЗК почему-то принимаются решения, ну, я понимаю, каким образом, но принимаются решения просто прямо противоположные. То есть идет опять выдача градостроительных планов с увеличением технико-экономических показателей. У нас идет опять застройка особо охраняемых природных территорий. То есть законы не выполняются и непонятно, куда с этим идти. Потому что ГЗК является как бы высшим органом. Ни управа, ни префектура здесь не полномочия ничего сделать. А в вашем округе метро как-то расширяется, развивается? Нет, метро у меня в округе есть две станции, и больше расширять его некуда, хотя если бы оно расширялось, я был бы рад. А это конечная станция? Нет, это не конечная. Щукинское, Октябрьское поле, не конечная. Ну, вы верите этим обещаниям, что у нас 50 километров в год? Я думаю, что они столько не смогут, но я думаю, что они довольно много построят, и это одна из наиболее позитивных вещей, которые они делают. Огромное метростроительство и развитие метро, это очень правильный процесс. Я надеюсь, что он продолжится. Вопрос Еленитка? Еще очень правильный процесс, это платные парковки в центре. Тоже хочу отметить, это такой болезненный политический вопрос, где я поддерживаю полностью Сергея Собянина. Платные парковки в центре, это правильно, надо их вводить, и это очень хорошая идея. Надо ограничить еще трафик через центр. Да, я согласен. Потому что вот эти забитые переулки, особенно вот в эту жару газующие. Я согласен, но, конечно, они не нужны. Я вот не согласна с тем, каким образом обошлись с жителями. То есть, да, хорошо, одна квартира, одно машинное место, но так выделите эту машину месту. Я, как депутат из Щукина, вообще не согласен с какими-либо льготами для жителей тех районов, где вводятся платные парковки на общих территориях. То есть, если бы платные парковки вводились на территориях, принадлежащих жителям, например, во дворах хотя бы, даже хотя дворы тоже принадлежат. В историческом центре не в каждом квартале есть возможность даже просто заехать внутрь квартала. Тем не менее. Потому что есть, допустим, дома, которые стоят на фундаментах XVIII века, где поднимут... Люди в них живут осмысленно, они могут там продать квартиру и покупать в каком-то другом месте, где двор есть. Но если они там живут, я не понимаю, почему они имеют больше прав на уличную сеть, которая... Потому что они тут живут. Ну и что? Жители Щукина имеют такие же права, на мой взгляд, на уличную сеть в центре, как и жители в центре. И даже получится две. Но если человек желает живых в центре, мне непонятно, почему ему жители Щукина должны субсидировать. И они должны платить больше за парковочное место, а он должен платить меньше. Почему? Нет. У него есть квартира, у него есть машина-место. Вся оставшаяся территория... Почему ему нужна машина-место, если он его не купил? У жителей Щукина есть машина-места? Или он у себя отплатит, когда он становится у себя под окнами? У жителей Щукина нет платной парковки пока. Если бы была, я был бы рад на уличной дорожной сети. В дворах есть. Но у нас же нет равенства всех жителей. У жителя Щукина есть, или у жителя Бутова, а у жителя центра нет, потому что у него дом такой, где двора нет. Ну и что с того, если у него дом, где двора нет, почему кто-то ему должен предоставить место на улице общего пользования? Потому что у него нет двора. Ну и что? Потому что сейчас через центр проезжают просто все вот эти потоки. Ну и что? Центр надо разгружать, центр надо делать жилым и оставлять его спокойно жителям. Я согласен, что транзитные потоки через центр надо останавливать. Его можно поделить на несколько фрагментов, чтобы не было между ними транзитного сообщения. Я согласен. Но если человек работает в доме, а рядом кто-то живет в этом доме, я не согласен с тем, что тот, кто живет, имеет больше прав на общую уличную территорию, чем тот, кто работает. А тот, кто работает, я считаю, офиса надо из центра выводить. У нас живет 700 тысяч, а у нас больше 2 миллионов рабочих мест. Когда выведем, тогда поговорим. Но сейчас, когда у нас такая ситуация, что у нас многие там работают, я не понимаю, почему жители должны парковаться льготно на общей городской территории. Вот непонятно. Потому что эта территория должна выделяться в каждой квартире. Кто сказал это? Откуда же это взяли? А они, что купили территорию, что они купили машиноместо со своей квартиры. Я считаю, что это просто справедливо. Ваш понятие справедливости мне непонятно. Почему житель центра получает фиксированное машиноместо у себя? Потому что житель Щукино может приехать в центр на метро и походить пешком. А жителю центра некуда уже с машиной деваться. Он может с машиной хранить ее за пределами Садового кольца, а по центру ходить пешком. Вот обрадуются жители за пределами Садового кольца, что туда приезжает житель. Можно использовать опыт, может, европейских столиц. Давайте послушаем нашего радиослушателя. Добрый вечер. Да, вас слушаем погромче только. Алло. Да, да. Да, вы знаете, вот в полу, мне кажется, хозяйственного спора вы забыли про выборы. Так лучше, ведь выборы московского мэра, правильно тут было замечено, это вообще не хозяйственный, уж менее всего хозяйственный вопрос. Дело в том, что то, что называется выборами, в России таковым не является, и никогда не являлось, и отнюдь не по вине начальства. Дело в том, что... Да, да, мы вас поняли. Вообще, Елена, вы считаете, что это победа москвичей, то, что вернули выборы мэра? Ну, так мы же видим, какие выборы нам вернули. То, что нам вернули, вот по факту выборами не является. Правда? Но то, что выборы вернули, в принципе, это, конечно, ну... Это не победа, это просто закон. Наше уже дело их превратить в настоящие выборы, это мы должны делать. Конституция выполняется, выбирается глава, субъект федерации. Много лет это было запрещено. И Медведев, когда был президентом, говорил, что еще сто лет не будет выборов, губернаторов у нас. Нет, хорошо, что появились выборы, жалко, что их организуют жулики. Вот, но надо с этим бороться, потому что саму идею-то мы не отрицаем. Надо, конечно. Давайте еще послушаем, радиослушайте, да. Да, добрый вечер, погромче только. Алло. Да, да, ваш вопрос нашим гостям. Ага, спасибо. Вот такой вопрос у меня. Планируете ли вы как-нибудь доносить до людей, у которых нет интернета, о том, о готовящихся эффективных выборах? Это, в принципе, ну, как бы, за это надо наказывать, по идее, ну, народам. Ну, мы поняли. Я думаю, у людей, у которых нет интернета, у них же есть телевизор, у них есть газеты, и они способны сложить 2,2 и понять, что к чему. Ну, я думаю, что в Москве у очень многих есть интернет, а дальше сработает сарафанное радио, и все будет нормально. Конечно, телевизор в каждой семье есть. Тут, по-моему, проблема не в этом, не в осведомленности москвичей, а в том, чтобы они пришли на выборы. Вот вы, Елена, как-то работаете против явки, я так понимаю, что... Нет, я просто не даю свой голос. А вы сама-то тоже не... Я не буду агитировать, не идти на выборы, не, наоборот, не посещать выборы. Это каждый человек решает сам для себя. Я считаю, что нужно просто заставлять власть делать то, что она обязана делать. И этим, собственно, мы сейчас и занимаемся. То есть я продолжаю работать так, как я и работала. У меня ничего не встало, и из-за того, что начались выборы, я не знаю, жизнь не кончилась. То есть все те проекты, которые мы вели, мы продолжаем их вести. В этой парадигме единственная проблема – это неотдача своего голоса кому-то из оппозиционных кандидатов. Я не вижу никого. Я не вижу человека, которому я могу... Вот и все. Давайте не будем торопиться. Когда последний срок отдать год? 10 июля. Может, Лену, за две недели. Может, особенно сейчас будет наплыв избирателей большой, который предложит или... Конечно, после этого передачи все ваши... Ну и после некоторых моих действий будет наплыв. Вы будете спамить меня на почте? Нет, спамить я вас не буду. Я просто сообщу вашим избирателям через свой твиттер, что с вами надо поговорить на этот счет. Что странно, что к вам никто не обращался. Я уже вижу, кстати, в твиттере это и без меня уже многие сделали. Так что я думаю, к вам сейчас обратятся. Ну, Лена этого не боится. Пока не обращались. Ну, да. Ну, посмотрим, поговорим. Это будет даже интересно. Как вы считаете, команду Собянин привел свою или он вынужден питаться какими-то обедками из Лужковской команды? Да, привел много новых интересных людей. Кроме из Лужковской команды остался, по-моему, только вице-мэр Бирюков, которого никак пока не получается. Я знаю, что они хотят, но не уходят. А все остальное заменили. И много очень интересных людей. И вице-мэры интересные, и главы департаментов интересные. Да, команда неплохая. Капкова вы имеете в виду? Капков, Лексутов. Это все интересно еще. Да, только на листах в управах у нас остались все те же самые. То есть, тут идет просто... Нет, у нас тоже поменялись. Но они поменялись с района в район. Нет, у нас новый пришел из бизнеса. И интересно. Пока что я посмотрела, вот все идет... Команде не звонят и говорят, встречайте, наш к вам сейчас придет. К команде претензий нет. Есть претензии к отсутствию у них независимости. То есть, они не делают то, что они считают нуждами. Если бы они могли независимо действовать, было бы все намного лучше. Ну да, но нужны им полномочия, им надо руки развязать. Им же связаны по рукам и ногам вот этой круговой порукой и всякими инструкциями. Какие у вас отношения с точки зрения охраны памятников, Лена? У вас более древний район, как там? С городскими властями? Да. Ну, я могу сказать, что за последний год у нас была только одна попытка сноса исторического здания. Мы ее отбили. Правда, сейчас у нас будут жаркие бои уже на сносной комиссии. То есть, это уже будет в кабинетах. Просто будем отстаивать этот дом. Потому что рабочая группа прошла. Самой комиссии еще не было. Я думаю, что все дома начнут сносить под корень уже после того, как Собянин станет мэром. После 8 сентября. Поэтому сейчас в этом отношении нужно проводить очень большую работу. Сейчас нужно готовиться к осени. Нужно понимать, что если сейчас многие проекты заморожены и как-то кажется, что в каких-то местах власть идет навстречу, осенью этого уже не будет. Надо быть готовым к осени. И вот именно сейчас нужно этим уже заниматься и прорабатывать программу того, что, собственно, делается. Как вы считаете, равны ли информационные возможности у Собянина и у его конкурентов? Чувствуется ли дискриминация уже на этапе регистрации тех, кто будет его соперником? Ну, вот если честно, насколько я помню, Собянин не очень любит выступать по телевизору или по радио. Не любит, но выступает. Он выступает, но он достаточно редко. По сравнению с Лужковым, он достаточно редко появляется перед журналистами. Не так часто дает интервью. То есть чаще всего это распечатка какого-то интервью на правительственном сайте. А так, чтобы часто мелькать в телевизоре, я не могу сказать, чтобы он был постоянным героем программы. У вас какие-нибудь вопросы к Собянину накопились, Максим? Что бы вы ему на встрече с муниципальными депутатами? Я был на встрече, была встреча с муниципальными депутатами от моего округа. Я там у него спросил вопрос как раз про транспортную политику. Почему заявляется одно, а делается другое? И что он ответил? Ну, вот так вот у него была про странная длинная речь. Я причем привел цифры и бюджета, и привел цифры, что примерно в 5 раз больше денег тратится на одного человека, пользующегося автомобилем, чем на одного человека, пользующегося общественным транспортом. Ну, много цифр привел, которые показывали, что они говорят, что приоритет транспорту, а на самом деле приоритет автомобилистам. Ну, ответа какого-то конкретного не получил. Получил ответ, что да, мы делаем, мы строим, мы стараемся, мы пытаемся. Продолжать дальше, больше и лучше. То есть, внятно, ничего не ответил. Но это не был формат дебатов, это был формат вопрос-ответ, поэтому я не смог уточнить с ним этот вопрос. У меня к нему много вопросов. Например, по контактной сети троллейбуса простейший вопрос. Такой, который там можно всю троллейбусную сеть Москвы сделать, так что они летали, просто быстро очень ездили троллейбусы, заменить провода и некоторые спецчасти. Это довольно недорого, но этого нет ни в инвестиционной программе, ни в транспортном плане до 2016 года. Вот мне было бы интересно, почему. Ну, еще там много вопросов по этим реконструкции вылетных магистралей, по трамваям, по транспортным темам очень много, по пешеходным зонам, по плитке, по подземным, надземным переходам, которые строятся, при том, что они делают инфраструктуру более опасной, чем есть, по этим многорядным шоссе, там, в 16 полос, там, в центре города. Ну, в общем, много вопросов. А у вас отменили эту идею под Пушкинской площадью сделать торговый центр? Да, эту идею отменили еще в 2010 году, осенью, после того, как там большая группа граждан сначала разбила бетонные блоки около кинотеатра России, а потом, спустя несколько дней, мы штурмовали вот этот укрепленный городок, строительный в Новопушкинском сквере, там, сняли ворота, заняли территорию, и буквально там, спустя часа 4, Рейсин сказал, что этот проект признают нецелесообразным. А что собирались там? Там собирались четырехэтажный подземный торговый центр с парковкой, по-моему, на тысячу машин и мест, вот куда там тысяча этих машин может выехать, если бульвары у нас узенькие совсем. И, по-моему, роллердром еще там хотели. То есть там мало не покажется. Но, слава богу, сейчас этот проект признан нецелесообразным для реализации. Да, и, по-моему, как-то отстали от площади Белорусского вокзала. По-моему, они там решили достроить, но без торговых площадей. То есть там будет паркинг и развязка. Ну, да, ну, то есть транспортный чисто. Еще будет паркинг, желательно потом куда-нибудь исключить. Использовать это как-нибудь полезным образом, там, трамвайный круг, например, сделать. Ну, я вот там не очень... Ну, потом поговорим, потому что я не очень поняла, где они там собираются делать вторую вот эту вот эстакаду. Да, ну, смотри. Он сразу с грузинского вала. А что, кстати, с этим вот домом сейчас, вокруг которого на Воздвиженке? Не знаете, зависит. Знаю, сегодня проходила мимо него. Ну, что? Продолжают сносить. Купол не снесли. Нет, купол сейчас на месте. Купол был на месте три часа назад, я проходила мимо. Но на нем и лазили строители. Активисты стояли сбоку и общались с полицией. Там вроде депутат Мосгордумы присутствовал. Клычков размахивал документами об остановке строительства всеми заверенными. Его на территорию не пускали, а с остановки сноса. А сносить продолжали. Да. Его не пустили с документами? Не пустили с документами. Да. Сейчас, может, надо будет съездить, посмотреть. Конечно, идут рядом. Мы завтра позвали Архнадзор. У нас сюда придут Рустам. Ну, конечно, то, что случилось с Домом Балконских, это просто варварство. Вот по-другому это назвать нельзя никак. Так он и был из урода, он только со двора. Там был стеклянный какой-то ресторан ужасный. Просто это не было позора видно, а сейчас все видно будет. Что его надстраивают. Вот оставшуюся часть надо было сохранять. И, собственно, ее и должны были сохранять. Может быть, это еще получится. Не знаю, это еще возможно. Конечно. Конечно, возможно. Да, там что-то обрушилось. Ну, по-моему, из-за того, что они уже сами построили нынешний строитель, что-то упало там. Там 17 июня у них обрушился угол здания, который выходил в переулок. И, мало того, пострадали двое строителей. Я тогда же звонила в скорую, в 03, узнавала, кого куда повезли. Мне сказали, двое строителей пострадало. И в состоянии средней тяжести были доставлены в институт Склифосовского. То есть после такого происшествия, с такими явными нарушениями, конечно, стройка должна быть полностью остановлена, и проект должен быть пересмотрен. Дай бог, как вам кажется, следует ли вывезти из Москвы госучреждения и одобрять ли вы, может быть, слияние судов? Про суды не могу сказать, а вот про вывод госучреждений ни в коем случае. Госучреждения — это места, генерирующие большой транспортный поток. Причем не только мигалок, а еще и посетителей, всяких предпринимателей, собственно, работников. Сотрудников. Да, и если такие попытки вывести такие учреждения в отдельные какие-то кластеры всегда приводили к громадным транспортным проблемам с доступом к этим кластерам. То есть там надо строить огромную инфраструктуру транспортную, чтобы туда ездили. Причем неудобно. Вот представьте, сейчас где-нибудь за Ленинским проспектом будет государственное учреждение. Как туда ехать? Далеко туда. То есть доступность транспортная их сильно ухудшится. Это с транспортной точки зрения очень вредная штука. Когда-то кому-то там пришло в голову, что ой, как хорошо будет, если в Москве в центре не будет этих вещей. Типа в центре будет меньше пробок. Но пробки переместятся туда, потому что огромные потоки пойдут туда. А в центре эти места просто площадью займутся офисами. И практически транспорт у вас в центре ничего не изменится. Очень плохая идея, на мой взгляд. Почему займутся офисами? Я считаю, что в центре сейчас должна восстанавливаться именно жилая функция. И те здания, которые в свое время были переведены в нежилые помещения, там устроены офисы, они как раз должны переводиться назад уже в жилье. И, собственно, это поможет решить и проблему с переселением, с очередниками. У нас же не осталось площадей. У нас все наши промзоны, они выкуплены. И построить там какое-то жилье для очередников практически невозможно. То есть осталось буквально какие-то малюсенькие кусочки, на которых сейчас пытаются что-то разместить. Может, гостиницы в них делаются? А у нас есть еще огромное количество квадратных метров жилья, которое стоит в полуразрушенном виде. У нас огромное количество исторических зданий, которые были расселены. Многие из них даже законсервированы. То есть там просто провести капремонт, и можно туда заселять людей. И я бы туда селила в первую очередь участковых. Потому что участковые у нас живут где-нибудь в Подмосковье. И, представляете, когда он тратит 4 часа на дорогу, как ему тяжело работать. У нас, ребята, я не могу пожаловаться на своего участкового. Но я знаю, что он иногда берет отпуск, чтобы с бумажками просто разобраться. Что за участковый, который живет не на участке? Это как-то не должно так происходить? У нас вот так вот сплошь и рядом. То есть проблема участковых, и именно проблема того, что ночью дозвониться в отделение полиции невозможно, если дозвонишь, что там две машины, которые курсируют по всему району. Жил бы у нас участковый на участке, конечно, у нас половина происшествий бы просто не было. Конечно, должен жить. И вот есть реальное решение, есть реальное предложение отремонтировать, поставить на капремонт вот эти расселенные дома за счет города. А как бы вы оценили решение проблем миграции, то, что Собянин предлагает, как-то уже сточить по 3 месяца только, давайте работать? Тут я не специалист, эта тема очень специфическая, сложная и слишком используется, на мой взгляд, в популистических целях, и я по ней не люблю рассказываться. Да, вот такая она неразрешимая, что ли. Давайте поговорим о... Ну как неразрешимая? У нас есть просто вот эта вертикаль, эта пищевая цепь у нас коррумпированная на нижнем этаже, в котором находятся нелегальные мигранты. И за их счет просто питается и живет вся эта цепочка. Надо это разрушать, нужно четко вводить квоты, нужно понимать, что если фирма берет специалистов, если она считает, что ей нужны специалисты, она должна четко описывать, какими они должны обладать трудовыми навыками, какие они должны заканчивать институт, какие у них должны быть дипломы. А у нас сейчас получается, что просто приезжают эшелоны, которые на Казанском вокзале выстраивают в отряды и загоняют дальше в автобус и разводят. Это просто работорговля. Да, это ни о какой квалификации тут речь не идет. Как по-вашему, вот если москвичи все захотят видеть новую власть, они смогут этого добиться 8 сентября? А кого они там нового могут увидеть? 8 сентября 2013 года они точно никакую новую власть выбрать не смогут. Тут нужно думать о будущем и уже, собственно, каким-то образом готовиться к другим выборам. И мне кажется, что только тогда может кто-то появиться. Сейчас у нас все те же лица и никого нового у нас не появится. На мой взгляд, есть новое лицо. Это Алексей Навальный. Он, на мой взгляд, олицетворяет надежду на изменения какие-то. Может, он самолично-то и не будет паровозом этих изменений. Но, как минимум, он демонстрирует новый подход к политике в стране. И я надеюсь, что он будет в бюллетене 8 сентября. Не исключено, что до 8 сентября у нас возникнет большая схватка между обществом и властью. Если его решат посадить в тюрьму все-таки по тому делу, которое сейчас рассматривается в Кирове. То есть могут быть разные события вокруг него, но этот центральный, на мой взгляд, персонаж, которые вот события с ним, они демонстрируют возможность или невозможность каких-то неболезненных изменений в ближайшее время у нас в стране. Ты понимаешь, даже вот тем, что он выдвинулся в кандидаты, он решает свои проблемы за счет общества. Это совершенно не соответствует действительности. А как? Все проблемы Алексея, которые у него есть, они появились не из-за его личных каких-то дел, а из-за того, что он пытается в стране произвести такие изменения, которые производить очень опасно. Совершенно не согласен. И все то, что у него сейчас появилось, это из-за этого. Приди и возглавить протестное движение, просто забежать вперед этой толпы и в какой-то момент вылезать на сцену и заниматься просто популизмом. Никто не занимался популизмом, он много лет вел свой блог, на каком-то этапе стал популярным, постепенно по кирпичику выстраивал эту популярность, сделал много проектов, которые действительно интересно получились. Я не видела ни одного проекта, чтобы он действительно работал. Роспил, Росъяма, РосжКХ, например. Это популизм, это не проект, это фикция. Елена, у вас личная позиция, я не знаю, купленная или ваша личная, но она и личная позиция такая. То есть вы называете все, что делает Алексей, как бы неадекватно. Я не понимаю, от чего это получается. Я очень внимательно посмотрела, чем он занимался. Там действительно нет ничего, за что можно зацепиться. Это все чистой воды популизм. Вы, опять же, я очень глубоко знаком с тем, что он занимается, я знаю его мотивы, я отлично понимаю, что это не популизм. Мотив один, не выпадать, не выпадать из медиа. И редко она действительно обоснована желанием ее сказать. Давайте мы будем надеяться, что будет второй тур на выборах в сентябре мэра Москвы. А сегодня мы говорили о том, является ли муниципальный фильтр преградой для оппозиционных депутатов, претендентов на кресло мэра. Мы беседовали с муниципальными депутатами Еленой Ткач и Максимом Кацем. Они были у нас в студии. Им огромное спасибо за это. В эфире звучала программа «Грани времени». Ее вел Владимир Карамур за продюсеры Михаил Касторов и Наталья Гуреева. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова